Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал Юрган. В прямом эфире программа «Случаи из практики». Я Екатерина Борж. 2014 год объявлен годом культуры в России. Этой сфере жизни уделят особое внимание. Можно ожидать больше концертов и выставок различных акций и проектов. Не остались в стороне и участники школы молодых журналистов «Медиа Сапиенс». О новом проекте «Новые лица культуры» сегодня расскажут организаторы и участники. Представлю их. Елена Красильникова, руководитель школы молодого журналиста «Медиа Сапиенс». Добрый день. Здравствуйте. Фотограф Евгений Жаков. Добрый день. Здрасте. И участница проекта «Новые лица культуры» Ирина Иванова. Добрый день. Нашим телезрителям сразу напомню телефон прямого эфира 469060. С вашими вопросами гостям, пожалуйста, обращайтесь. Возможно, вы послушаетесь сегодня об этом проекте и захотите сами поучаствовать. Тоже, я думаю, можно спросить, возможно ли это. Еще один вариант. Пишите на СКЮ. Номер будете видеть внизу экрана. Обращайтесь, общайтесь с нами. Мы будем рады вас слышать и с удовольствием прочитаем ваши сообщения. Как возникла идея? Наверное, начну я. У нас проходили курсы. Курсы в нашей студии, студии Sunday. И уже ближе к завершению курсов, с ребятами, которых я обучал, нам захотелось сделать что-то такое интересное. То, о чем можно будет, чем можно похвастаться, о чем можно будет говорить. И одновременно с этим мы познакомились с Еленой Красильниковой и начали думать о том, что было бы неплохо сделать что-то как коду культуры. И вот две эти составляющие в что-то одно вылились. Это получается как увлекательный экзамен, так ведь? То есть вы закрепляли те знания, которые получили. Скорее дипломная работа. Экзамен был, были контрольные работы. Мы с ребятами полностью изучали всю работу в студию, приглашали моделей. И была вот эта контрольная работа. А что-то такое, чем уже потом можно хвастаться, это уже вот есть наша выставка. Почему именно так? Ну, понятно, вы учились фотографии, поэтому в форме фотографий все это вылилось. Почему культура? Не знаю, сейчас сегодня Олимпиада, открытие. Почему не спортсменов? Год культуры. Мне кажется, наш город очень насыщен людьми, которым не безразлично это отрасли. И много людей на самом деле что-то делают, не все показывают, не все выкладывают в ВКонтакте и в другие социальные сети. Но много людей, которые фотографируют, много людей, которые выступают в театрах, много людей, которые ходят в эти театры, много людей, которых хочется показать. Есть уже, конечно, и такие топовые наши артисты, которых все видели, которые всех знают. Но мы попытались показать тех, кто скоро заблистает, и тех, у кого есть большой потенциал. Я могу дополнить, Евгения, конечно, спортсменов мы тоже будем когда-нибудь фотографировать, но начали мы все-таки с молодых художников, артистов, писателей, то есть действий культуры. Когда вам предложили вместе такую вот штуку сделать, как отреагировали? Может быть, нет, надо вот не так, а вот давайте вот так-то так, или прям все? Это было большое-большое бурное обсуждение сначала у нас с Еленой, а потом это перелилось... Обсуждение у нас на курсах, когда Евгений нам предложил. Всем это очень понравилось, все загорелись. По-моему, встречались у нас как раз дополнительно для того, чтобы... Была куча идей, как лучше сделать, какой портрет, как поставить свет, что проецировать. Одна из фишек нашей выставки, что мы не только делали портреты людей, но и проецировали изображение нашего города и окрестностей Сыктывкара на, так скажем, лица этих людей. То есть мы пытались составляющую одну сделать. Вот сейчас один из вариантов... На экране мы просто-таки видим, да? Да. И было очень много вариантов, что на них проецировать. Может быть, их детские фотографии. И все это восприняли очень-очень-очень за. Почему все-таки портретная съемка в студии на фоне? Я так понимаю, что если не проецировали, фон обычный, да? Да. То есть ничего не несущий в себе, чтобы в центре фигура, наверное, была. Почему не в привычной обстановке для человека? Мы не хотели как-то стереотипно мыслить, показать балерину вот в своей паще. Хорошо, отойти от стереотипов и наоборот балерину на хоккейную площадку. Эти варианты обсуждались, просто пришли к выводу, что ведь главное лицо, то есть лицо культуры. И руки. Если не будут деталей этого лица, то есть, да, и руки, инструмент, то, чем человек работает. Руки балерина не очень говорящие, не очень пластичные. Руки художника, руки писателя. И от этого и отталкивались. А что, как ни фон, не привлечет внимание к этим двум главным деталям? То есть, чтобы ничто не отвлекало, чтобы люди не знали, что вот конкретно этот человек фотограф или конкретно этот человек художник, чтобы они сами додумывали, чем может заниматься эта личность, исходя из того, какой образ мы представили. Ну, я думаю, наши телезрители тоже заметили, что все снимки черно-белые. Это с чем связано? Почему не цветные? Опять-таки, для того, чтобы привлечь внимание, не отвлекать. Важный герой, не цвет. Потому что цветная фотография, она отвлекает на какие-то более мелкие детали. А тут мы видим взгляд. Вот на данной, допустим, работе у нас, посмотрите, какие выразительные глаза, и мы на них видим. Именно на них бросается взгляд. Не на то, что вокруг. А проецировалась на данную героиню цветная фотография. Вот вы представьте, мы ее, на нее проецируем цветную фотографию, это все в цвете. И она потеряется, и она не будет видна. А она же главная. Это наше общее художественное решение. Да. Каким образом кандидатов отбирали? Сколько человек поучаствовало? Ну, вот такой вот отбор сделала на себя школа молодого журналиста. Мы выступали как продюсеры и промоутеры. Мы обзванивали творческие союзы. Мы обзванивали театры. Кого они нам рекомендовали. Потом мы обзванивали людей. Потому что кто-то был на гастролях, кто-то был на каникулах. И поэтому собрали вот первую такую группу. 12 человек. Я думаю, что мы продолжим. Но вот мы начали с 12 лиц. Лица получились очень удовлетворенные. Я вот с удовольствием посмотрела фотографии молодых наших фотографов. Ну, просто вот здорово. Ну, если я правильно понимаю, цель была показать тех, кто еще не настолько широко известен во всей республике, так чтобы практически каждый житель его знал. Цель была не только показать героев. Цель была доказать, что такие масштабные достаточно выставки могут делать ребята, которые еще недавно даже не знали, как включать, соответственно, эти фотоаппараты. Цель была доказать, что мы можем все вместе, вот собравшись, получить цельную какую-то выставку. И вот фотографами в данном случае выставят достаточно молодые люди. Ну, вот сегодня здесь в студии не присутствуют те, кто выступал как раз-таки на этом проекте героями, тех, кого фотографировали. Поэтому сейчас я предлагаю послушать один из отзывов одного из участников, писателя Станислава Новикова. Послушаем, как вот им понравилось участвовать или нет. Ну, жутко интересно. Я вообще за любое культурологическое мероприятие, которое связано с молодежью. Сегодня культура – это основная проблема в обществе. Ну, я так себе это представляю. И всяческие ее проявления, кроме арт-хаусов, там всяких этих мега-драйвов, я приветствую. А здесь я увидел, что как бы надо поучаствовать. На самом деле я сниматься стесняюсь, не люблю. Но здесь это важно для молодежи. Пойдете на выставку? Обязательно. И рабочих своих поведу, и знакомых, и близких. Ну, это просто интересно, на самом деле. И на себя интересно. Я обычно такой неказистый, непрезентабельно выглядящий. А там интересно самому, что получится. Как это будет выглядеть. Очень интересно. Со стороны они снимаются. Ну, да. Тем более, как бы, я работаю, я их оцениваю, несмотря на то, что это молодежь, как профессиональную. Они же мне там показали немножко черновичков, того, что нафоткали, и прямо я ого-го. Вообще, у них заметил, если еще минутку, меня потрясло вот именно вот этот творческий подход людей, когда вот они фотографируют, сфотографируют, и вдруг вот они, о, все, все, мы нашли, мы поймали. То есть это уже, они и понимали, чего хотели. И это безумно порадовало за ребят. Евгений, вы как фотограф-профессионал, вот смотрели потом работы ребят? На самом деле профессионально получилось? Я присутствовал с ними. То есть мы все время фотосессий, я был рядом, я помогал. Мешали там, наверное? Нет, надо вот так. Вот давайте спросим, я сейчас мешал. Нет, проектор держал, помогал. Да, там на самом деле достаточно технически сложные элементы представлены, всякие софтбоксы, октобоксы, отражатели, проектор, которые прямо над головой. То есть это мы видим уже результат, легкую картинку. А на самом деле техники очень много, и чтобы ребята не тушевались, я был рядом, помогал, но старался не влиять на конечный результат. То есть я хотел получить взаимодействие именно между моделью и фотографом. Был диалог между Женей, нами и моделью. То есть мы фотографируем. Чтобы как-то все вместе решали, все фотографировали каждого героя, или каждый сам себе разбирал, я не знаю, один человек одного. Да, у нас был один человек, выбирал себе одного героя. Каким образом выбор происходил? Тайная жеребьевка? В диалог ВКонтакте, созданный нами, мы скинули представителей, описание людей, которых мы будем фотографировать. И уже после этого ребят сказали, «О, вот я хочу его, а я хочу его, вот, да, ее, я точно буду ее фотографировать». И буквально за очень короткое время разобрали своих героев и потом уже шли на них фотографировать. Ну, Станислав достаточно эмоционален. Он очень радостно рассказывал об этом. Ему вот видно, что очень понравилось. В целом вот впечатление как-то. Прям вот он пришел одним из последних на нашу фотосессию. И вот то, насколько ему это было интересно, мы ведь созванивались с каждым героем. Мы говорили, что одеть, да, мы говорили, во сколько прийти точно, как объясняли, чего мы хотим от них. И он, наверное, больше всех интересовался. То есть, да, вот как это, а что это. Серьезно подошел к фотосессию. Да, после того, как мы поработали с ним, он нашел ВКонтакте меня, мы с ним плотно переписываем. Он много-много-много вопросов мне задавал по фотографии. И, вероятно, он станет одним из следующих моих, так скажем, учеников, которых я буду обучать в нашей студии. А с ним? Еще Станислав, человек с юмором по телефону. Мы же не видели его еще. У меня, вы знаете, у меня такая странная внешность. Я призадумалась. Нет, он же... А видите, оказалась такая колоритная внешность у человека. Да, он... Писатель. Причем писатель. Ему отзыв был, что он очень боялся, что я такой неказистый и вряд ли хорошо выйду, а он доволен результатом. Он говорил и мне это по телефону, но когда вот увидел фотограф его, Лена Болотова его фотографировала, она так прям... Она поняла, что ей очень повезло с тифажом. И она... И все, ну, очень легко было с ним. Все очень хорошо было. В итоге снимков много с ним? Именно с ним получилось? Фотографии много получилось. И вот, наверное, один из героев, когда было трудно выбрать, вот что же все-таки пойдет на выставку, потому что хороших фотографий с ним очень много. Сколько времени на каждого из героев уходило? И сколько времени потратили вы на то, чтобы всех сфотографировать? Ну, если говорить только о процессе фотографирования, то в среднем где-то вот полчаса на две фотографии. А тут еще ведь моменты до работы и после, то есть обработка, ну, наверное, часа-полтора на каждого героя. А именно работа в фотостудии, вот полчаса всего. Я думаю, большинство творческих людей любят внимание к себе. Вот то, что им всего полчаса выделили, это никто не обижался, не говорил, что почему я вот из графика выкрою, а вы мне всего полчаса. И как раз вот этот график и сыграл нам на руку, они достаточно за восприняли идею, что им не придется сидеть целый день с нами в студии. Полчаса – отлично, все, да, мы будем. Они хоть и молодые люди, но у них очень график репетиций плотный. Как раз, например, артисты театра, опера и балета, они уезжали на гастроли в Великобритании, то есть у них шли просто вот репетиции, 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 кто-то работает, у кого-то экзамены. Наоборот, очень приветствуют такой жесткий график съемок. То есть все ценят свое время. Вот результатом вашей работы будет выставка. Где можно, кому можно познать? Только те, кто были вашими героями, придут на выставку? Или это какой-то общий объект? Нет, мы приглашаем, конечно, всех. Это будет факультет искусств Сыктывкарского государственного университета, Октябрьский проспект, 55А. У них есть большой, прекрасный выставочный зал. 18 февраля в 16.00 мы открываем нашу выставку и ждем всех-всех, и героев, и зрителей, и всех, кому это интересно. В чем суть самой выставки? Все-таки посмотреть работу фотохудожников, познакомиться с новыми лицами культуры, чтобы, возможно, потом почитать, что вот Станислав Новиков писатель, поискать его работы, почитать. Все, что вы перечислили. Во-первых, да, конечно, узнать лица культуры, то есть новые лица культуры, открыть для себя, что в нашей республике есть и такие люди, которые занимаются определенной деятельностью. Во-вторых, насладиться фотоработами. И, в-третьих, открыть для себя потенциал, может быть, в себе, может быть, желание раскрыть о том, что я хочу фотографировать, и я хочу научиться этому. И вот мы с ребятами можем такими поработать, то есть тоже их поучить. То есть открыть новые имена и среди фотографов молодых, или кого-то, может быть, действительно увлечь и зажечь новую звезу. Это ведь эти лица, это не конец, есть определенные наработки с другими регионами нашей республики, и по возможности мы можем продолжить этот проект и за границами Сыктывкара. То есть пока те участники, 11 человек, которые уже сфотографировали, это Сыктывкар, и это только самое начало, да? Да. Потом еще. Пора напрягаться на небольшую рекламную паузу. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 469060. Звоните, задавайте вопросы, не забывайте об ССК и, конечно же, не переключайтесь. Вы смотрите программу «Случай из практики». И сегодня мы рассказываем вам о проекте «Новые лица культуры». И напомню, что гости нашей студии сегодня Елена Красильникова, руководитель школы молодого журналиста «Медиа Сапиенс», фотограф Евгений Жаков и участница проекта «Новые лица культуры» Ирина Иванова. Я предлагаю сразу же нам, я думаю, всегда интересно послушать отзывы, вот впечатления, еще одно впечатление от артистки театра драмы имени Савина, Людмилы Мелехина. Давайте послушаем, как вот ей понравилось. Я даже, если честно, не понимала, куда я шла. Я просто, мне сказали приходить, и я пришла. Я удивляюсь, как фотографы делают из ничего прекрасное. Даже несмотря на то, что я пришла вся лохматая и ужасная, они попытались сделать изюминку какую-то интересную. Но на самом деле фотографироваться оказывается очень сложно. Без какого-то сценария, без какого-то просто общения, как бы изобразить что-то, это очень трудно. Они скажут, ну давайте вот так вот, хотя как бы я же должна, у меня должно быть больше эмоций, да, а у меня их нет. Вот, а они мне говорят, ну попробуйте вот так вот, а попробуйте вот так вот. А попробуйте сделать вот, ну вот вообще вот так вот. Ну это интересно. То есть я к концу фотосъемки была такая вспотевшая, как я не потею иногда на репетициях. Я очень благодарна на самом деле Евгению и его помощнице, как они залезали на лестницу, чтобы как бы поймать меня в кадре, там как они меня, ага, еще, еще, да, 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 да. Ага, стоп, стоп, и вот они как бы вместе со мной вот так вот замирают, и как бы, ну я в восторге как бы от них. Мне хочется, мне бы хотелось, конечно, еще раз с ними встретиться, еще раз поработать. Ну намек был произнесен, хочется еще поработать. Ирина, вы работали с ней, да? Да, она была героиней для моей фотосессии. Скажу, что сама волновалась, когда я шла, потому что, во-первых, предваритель изучила, кто, что, где. Потом ждала, думаю, ну сейчас вот придется уже общаться, я ее не знаю. Когда она влетела, такое маленькое солнышко, я сейчас причешусь, и я уже в этих движениях, когда она стала попрыгать волосы, уже увидела, что вот у нее очень интересно, это все ее руки, движения, мимика, эмоции. И мы стали когда с ней работать, мне наоборот показалось, было очень легко. То есть она, мы говорим, как вот можно попробовать, и она шла очень легко на эти все эксперименты, когда мы показываем черновики, чтобы нам хотелось использовать, она на всех делала, да, да, конечно. Она вообще для меня, допустим, я вышла с подъемом таким эмоциональным, мне очень понравилось. Это все, да. Людмила очень эмоциональный человек, судя по тому интервью, которое мы только что посмотрели, вот именно так все и происходило во время фотосъемки. Она говорит, что мы как бы заводили, что-то делали, но на самом деле мы просто освободили ту энергию, которая в ней, и вот это все вылилось на нас. Было очень весело. Это было чистой воды импровизации, или вы заранее под каждого героя продумывали все-таки, что можно взяться? То есть как пробовали, вот вы говорите, и руки, и так сама Людмила говорила, что я попробуюсь и так, и вот так, и вот так, и вот так. Да, искали, пробовали, выбирали. То есть мне, допустим, зацепил момент, когда она поправляла свою вот прическу, мне очень хотелось его перенести на кадр, попробовать, как он будет смотреться. В итоге мы попробовали, и один из этих кадров-то как раз идет на выставку, когда она теребит свои волосы. То есть вот это вот очень замечательно. Трудно заранее, толком не познакомившись с человеком, предугадать его эмоциональное состояние на вот определенный период именно фотосъемки. И поэтому любая фотография – это импровизация. Даже в постановке есть своя импровизация. А в целом, если говорить, с кем сложнее или легче работать? С эмоциональным или вот с таким сдержанным человеком? Я, конечно, подозреваю, что у артисты вряд ли. Нет какого-то линю определенного или какого-то рецепта, которым можно руководствоваться. Каждый человек – индивидуальность, и с каждым человеком интересно работать, а легче. Не знаю, легкость – не показатель хорошести фотографии. Но при этом задача фотографа – расслабить модели, я не знаю, так сделать так, чтобы было бы… Задача фотографа – сделать хороший снимок. Ну, для того, чтобы сделать хороший снимок, нужно же, чтобы модель чувствовала себя комфортно. Нет, не всегда. Иногда нужно загонять в какие-то рамки человека. То есть кто-то хорошо раскрывается, да, когда с ним… По-доброму. По-доброму, да. Кому-то нужно сказать… Прямо… Разозлить. Ножкой топнуть. Да, поэтому тут опять же это без рецепта. Каждого – это индивидуальность, скажем, фотография. То есть вы первый раз видите человека, и вот прям сразу на ходу нужно подделываться, думать, как, что сделать. Да, это возможно, это несложно, на самом деле. То есть профессия фотографа чаще всего состоит в том, чтобы в первый раз увидеть человека, и уже в какие-то его изюминки перенести на его портрет, на фотографию, связанную с ним. Поэтому ориентируешься, как говорится, на местности. Приходит человек, ты за ним наблюдаешь, смотришь. А потом начинаешь уже ищешь подход в ходе съемки. Любила повезло, она была такой замечательным солнышком. Сел, и от нее энергия шла, и понимал, как двигаться. Тут как раз тот момент, когда и фотограф, который фотографировал, и модель, они сошлись прям от характера, они дополнили друг друга в этом отношении, было просто. А с кем-то сложно было? Ну, вот, Людмила, яркий пример, такой положительный. Очень было приятно работать. А вот, не достатки у кого-то? Прямо такие, что сложно. Не сказать, были определенные трудности, но я думаю, что сейчас об этом мы не будем разговаривать. То есть это такой секрет останется, как вот есть у врачей. Но при этом с моделями вы проговаривали, что вот это немножечко не так. Да, конечно. Вот мы, когда фотографировали, мы делали кадры и прямо показывали. Сейчас же эра цифровой технологии, когда можно сразу же увидеть результат на экране. И мы показывали, что вот тут шея слишком низкая, нужно повыше поднять, чтобы было красиво. Тут руки ушли, а тут вот нужно подумать о чем-то другом, не о таком, о чем вы сейчас думаете. Вспомнить что-то интересное, чтобы получить те эмоции, которые нам нужны. И модели наши понимали это, шли нам навстречу, и как итог наша выставка. А сами фотографы, вот вы когда разбирали фотографии, фотоматериала было достаточно много, выбирать проходилось из большого количества, сложно возможно было. Вот когда выбирали? Работа над ошибками проводилась? Моделям вы высказали, что вот это не так, вот так не так, а себе-то высказали? Опять же, социальные сети приходят на помощь, и после того, как были все выбраны работы, мы все вместе в нашем чате обсудили, то есть были скинуты эти работы, и мы посмотрели эти работы, и вот даже не я ребятам указывал на ошибки, они некоторые говорили, что вот здесь нужно вот так, а вот так давай сделаем так, потому что все-таки, когда больше мнения, это важно. Не я им что-то говорил, а они мне уже в этом случае помогали. Все-таки фотографии есть какие-то строгие правила? Я так понимаю, что это процесс творческий, и как у любого творческого процесса, есть много направляющих, текущих и так далее. Мне кажется, у каждого свое видение, и для каждого фотография своя. А смотря что понимать под фотографией, в фотографиях жанров-то много ведь, и есть определенные правила, чтобы снимок получился светлым или темным, чтобы получился резким или не резким, но это всего лишь первый такой этап. Дальше следует уже художественная составляющая, душа фотографии. Тут правил уже нет. Тут идет опыт человека и его самовыражение в резкости или не в резкости, в темности или в светлости кадра. Поэтому правила есть, но они больше относятся к какой-то технической стороне фотографии. А там уже, если человек опытный, он может их и нарушить, чтобы самовыразиться. Но все-таки проект «Новые лица культуры» — это, как вы сказали, такая своеобразная дипломная работа. Перед этим был достаточно такой интенсивный труд. Сколько дней потратили на то, чтобы научиться, и что извлекли? Курсы шли месяц. Весь декабрь мы собирались до раза в неделю, по два часа. К каждому занятию было домашнее задание. Делось строго, чтобы мы его исполняли. Двойки ставили, да? Нет, все шло на обсуждение. Вот этот диалог был постоянный, то есть показывалась работа, и каждый высказывал все, что нравится, не нравится. Нам хотелось, мне хотелось не просто ребят научить фотографии, мне хотелось их подружить. Очень важно, когда люди, творческие люди, образуют какие-то группы. И мне не хотелось, чтобы наши эти встречи заканчивались именно концом моих курсов, да? Вот, ну вот, все, и дальше они каждый сам по себе. И для того, чтобы максимально их сблизить, то есть у нас были перерывы на чай с печенюшками, мы старались, мы старались сделать так, чтобы вместе им было комфортно. Мы вот прям, это ведь очень трудно, когда человек что-то сам делает, и выставить потом на обозрение. То есть все будут указывать, говоришь, что вот тут не так, а тут можно было сделать так. Психологически это трудно, и важно было... Критику не все умеют воспринимать. Да, и важно было преодолеть этот барьер, и поэтому мы вот, да, прям строго сказали, и двойки не ставили, но одно из условий, вот курсы были бесплатные для ребят, одно из условий попадания на эти курсы было то, что они будут делать каждую неделю, каждый курс. Они будут трудиться будут. Да, работают. К каждому занятию было домашнее задание, мы его потом все обсуждали. А, например, какие домашние задания? Что это может быть для начинающего? Самый первый, допустим, был портрет любимого человека. Каждый из нас показывал работу, портрет любимого человека. Что вы в это вкладываете? Причем много вопросов сразу же возникло, обязательно... Любимый человек, это может быть и мама, и мужчина, и любовь. Мы пришли к выводу, что это может быть и лошадь, и собака. Да, в ходе обсуждения, то есть любимым человеком может быть лошадь. Потому что понятие «человек» ограничивается любовью и смыслом, вкладываемым в это слово. И поэтому мы пришли к выводу, что не обязательно это должен быть все-таки человек, а именно то существо, которое можно назвать любимым человеком. Да, и было очень интересно, что когда вроде ты смотришь на монитор, на фотоаппарат, и фотография кажется тебе отличной, ее выгружают на проектор, и ты уже сама видишь свои ошибки. Вот так и произошло с моей фотографией. Когда ее показали, я сразу поняла, так вот тут и вот тут я сделала не так. То есть домашнее задание зачем делалось-то? Ребята проходили определенную тему по композиции или, допустим, по работе со студийным светом. И после этого мы старались как-то вот, чтобы они за счет того, что они уже поняли, они закрепили это домашним заданием. И мы говорили, что ага, тут вот конкретно нужно было больше пространства оставить сверху. Или наоборот, более сжато рамки кадра сделать. Ну и вот ребята таким образом учились и понимали свои ошибки. У нас были победители по домашнему заданию, которые какой-то бонус получал. И в принципе я шла на курсы уже с какой-то базовой знаниями, какими-то я знала. Для меня курсы помогли уложить все еще в более, для меня понятную схему, и умение использовать на практике. То есть сейчас уже стало гораздо меньше вопросов. И мне кажется, что хорошо. Я знаю, что есть Женя, которому можно написать также в ВКонтакте. Жень, вот, вот, вот. Есть даже группа. Ты не одна. Да, я не одна. Мы все пишем, я это знаю. И есть группа людей, с которыми мы сдружились, и мы общаемся. То есть у меня дополнительные диалоги с какими-то ребятами, что-то там обсуждаем. То есть какие-то идеи есть совместно, что-то вот вместе сделать. Естественно, так для себя друг другу помочь. Мы в чате выбрасывают ребята свои фотографии. Ребят, посмотрите, что там как. То есть у нас такое хорошее сообщество уже теперь, уже друзей, приятелей, которые объединены с одной творческим, как бы, вот, хобби. У кого-то, может, это будущая профессия, у кого-то это увлечение. А быть хорошим фотографом-самоучкой возможно? Или все-таки нужно всем проходить через эти курсы, чтобы какая-то база была? Понятие «хороший фотограф» очень размыто. Особенно в современном обществе, когда, в принципе, можно купить телефон и стать этим хорошим фотографом, даже не покупая фотоаппарат. Поэтому я думаю, что да, конечно, можно. Курсы – это когда человек хочет перенять чей-то опыт, в данном случае мой опыт, или он хочет познакомиться с какой-то группой людей, которая располагает теми же интересами, что и он. И я думаю, что да, можно. Я не ходил на курсы. Все изучал в книжках, в интернете, в советских книжках. А сложнее все это было познать самому и стать хорошим фотографом или передать знания другим? Ведь учить всегда сложнее, чем в голове. Это лежит каким-то определенным образом. Мне нравится общаться с людьми, мне нравится строить диалоги и узнавать людей. То есть я позиционирую себя даже, наверное, не как хорошего фотографа, как человека, который любит разговаривать с людьми и за счет этого получая какие-то интересные фотографии. Поэтому для меня школа – это что-то большее, чем и школа, и курсы. Это что-то большее, чем единовременные какие-то занятия. Я хочу, чтобы это было в моем будущем. Вот. Поэтому так. Вернулась немножечко к рассуждениям о выставке. Каким образом она будет организована? Вот мы сказали, где, мы обязательно это повторим для телезрителей. Но все-таки вот заходит человек, он что, увидит только две фотографии, о которых вы говорили, и все? И будет сидеть и угадывать, кто это человек? Ну и все тайны, конечно же, сегодня раскрывать не будем. А почему? У нас еще мозговой штурм, на самом деле, идет. Ну, будет, конечно, и музыкальное сопровождение. Будут и ребята, которые фотографировали на выставке. И наши замечательные модели придут к нам в гости. Будут еще, наверное… Мы, естественно, пригласим много людей, но как будут расположены фотографии, мы, наверное, сейчас не будем рассказывать. Потому что мы еще спорим, и к одному мнению не пришли. А если после этой выставки будет кто-то подходить и говорить, вот я деятель культуры, начинающий, сфотографируйте меня, пожалуйста. Мы занесем его в нашу базу данных. Ага. И будете обсуждать. Да, это же хорошо, когда есть уже что-то готовое, так скажем, где можно трудиться. Кому обращаться. К кому обращаться, да. Напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили о проекте «Новые лица культуры». Клина Андреевна, давайте еще раз повторим, куда подойти и во сколько можно подойти для тех, кто заинтересовался той выставкой, которая стала результатом этого проекта. Подойти можно 18 февраля, это будет вторник, в 16.00, факультет искусства Сыктывкарского университета. Он находится за основным корпусом. Я надеюсь, что выставка будет. И сказать, что мы же будем встречать, что мы на выставку, там проводят выставочный зал. Это в течение одного дня или можно как-то искать? Нет, мы, естественно, выставку будет 2-3, может быть, 4 недели, как мы договоримся с факультетом, но открытие будет в 16.00, 18 февраля. Все самое интересное будет именно выставка. Я думаю, что да, если кто-то сейчас не запомнил, мы создадим встречу в той же социальной сети, которую мы уже сто раз сегодня говорили. Разместить там карту проезда, карту прохода, да, и всю попутную информацию к этой выставке. Пароли и явки огласим. Понятно. Напомню, что гостями нашей студии сегодня были Елена Красильникова, руководитель школы молодого журналиста «Медиа Сапин». Спасибо большое. Спасибо. Фотограф Евгений Ижаков, и вам спасибо большое. И участница проекта «Новая лица культуры» Ирина Иванова. И вам спасибо большое. И удачных творческих проектов в дальнейшем. А гостями следующей программы «Случай из практики» станут представители МВД Республики Коми. Хотите работать в полиции? Включайте телевизор в понедельник в 12.40. Мы расскажем, что для этого требуется. Хороших выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!